СВЯТАЯ РУСЬ И НЕ ОСКВЕРНЯЕТЕ ДУШ ВАШИХ Вот Господь призывает нас к этому, быть святыми и освящаться, но это вообще-то тяжело, и поэтому не каждый человек на самом деле, во-первых, хочет достичь святости, а во-вторых, и даже не собирается это видеть, замечать вокруг себя, потому что подобное стремится к подобному. И вот во все века была и святость, было благочестие, была любовь к Богу, было спасение душ, но также во все века были соблазны, искушения, падения. Это вот как два таких полюса, которые, хотим мы или не хотим, они присутствуют, пока мир проходит свою историю сквозь борьбу добра и зла. Поэтому и раньше, и сейчас тоже есть Святая Русь. Разве храмы Божие, которые открыто сейчас стоят и пред нашим взором, да, мы видим их купола, кресты, когда-то их сбрасывали, а теперь они возвышаются над нашим грешным миром, и столько обителей и святынь. Разве это не проявление Святой Руси? И многие люди, вот бывает так, что человек впервые зашел только в храм, и уже у него отклик в сердце, и у него уже слезы текут из глаз, и он уже обращается ко Господу, к Божьей Матери, к каким-то святым, и получает ответ. Разве это не проявление Святой Руси? Но в то же самое время есть и соблазны, вот как в Евангелии говорится про то, что вот мир, он подобен полю, на котором есть и доброе семя, да, но есть и плевелы. И невозможно, плевелы-то не стоит сразу все вырывать, иначе вместе с плевелами мы вырвем и добрые вот эти вот злаки, таков промысл Божий, что то и другое должно сохраниться, потому что каждый должен проявить себя. Чего ты хочешь? Хочешь вечной жизни, вечного спасения? Пожалуйста, врата рая, они уже открыты. Ты хочешь спасения? Христос уже принес спасение. То есть врата рая открыты, и ты можешь туда вступить. А не хочешь? Пожалуйста, врата ада, они тоже открыты, и тот, кто желает, может низвергнуться, но только будет от этого страдать и мучиться. И вот святая Русь на самом деле, это, вот я бы скажу так, это непрерывное преемство святых, начиная от еще даже княгини Ольги и князя Владимира, и вплоть до наших времен, до новомучеников, до святейшего патриарха Тихона, до святителя Луки Война Синецкого, Блаженной Матроны Московской, то есть тех, кто жил уже в 20 веке, застал советское время, и ныне есть такие подвижники, благочестивые служители Господа, которые, может быть, неизвестны миру, но мир существует за счет их молитв. Они не трубят о себе, они, может быть, даже не выступают где-то там на телеканалах, в средствах массовой информации, они сторонятся вот этого нашего электронного мира, но мир еще живет за счет их чистой, сердечной, искренней молитвы. Вот за счет них-то и есть сохраняется святая Русь, но замечает это тоже только тот, у кого внутри есть святыня, потому что каждый видит то, что у него в своем, в его сердце. Вот блудливый человек, он и обращает внимание на блуд, на какие-то блудные соблазны. Подлый человек везде видит какую-то подлость, обман, тот, кто вор, тот быстро замечает другого вора, а чистый человек, он непременно где-то увидит что-то чистое, вот как муха и пчела. Помните, известную вот эту притчу преподобного Паисия Святогорца, что пчела, она везде найдет полезный нектар, соберет его, а муха везде найдет какую-то грязь и сядет на нее. Поэтому зависит тоже от нас, видим ли мы и сейчас святую Русь, потому что на самом деле святая Русь, она была, есть, остается и будет существовать, покуда будет существовать православие на Руси. И я думаю, что Господь не даст нам, конечно, погибнуть, пасть, потому что преподобный Серафим Саровский предсказывал великий расцвет духовной жизни на Руси. И сейчас еще очень много молитвенников, так что святая Русь, она, несомненно, есть, но чтобы нам ее видеть и наглядно, так сказать, созерцать и приобщаться к ней, нам нужно самим быть поближе к святости, а святость – это, собственно, сам Господь. Это не человеческая какая-то характеристика, не просто, что кто-то порядочный, добрый, мягкий, отзывчивый. Нет, святость – это прежде всего чистое сердце, которое созерцает Бога и искренне любит ближних. Вот что такое святость. Дай Господь всем нам приобщиться хотя бы вот малым крупицам святости, чтобы видеть и ныне существующую святую Русь.